Да, ну, я так вот скажу, на чём мы остановились, повторять не буду, но вот мы рассматривали хроматический полином графа, который считает количество раскрасок. Раскраски такие, что ребра, точнее вершины на концах одного ребра покрашены в разные цвета, и мы выяснили, что это многочлен, что его можно записать в таком виде, сумма с какими-то коэффициентами, причём эти коэффициенты знак очередующийся, то есть я могу здесь написать знаки, первый знак положительный, соответствующий коэффициент равен единице, если нет петель, то есть начинается с ку в степени n, и гипотеза, которая раньше стояла и которую Джунху решил в 2012 году, состояла в том, что вот эти коэффициенты, она касалась того, как ведут себя эти коэффициенты, это положительные натуральные числа, вот, и утверждается, что эти числа, во-первых, удовлетворяют свойству унемодальности, то есть они до некоторого места возрастают, до некоторого места, скажем, АМ, они возрастают, а потом начинают убывать, это первое свойство, а второе свойство стоит, так, ну и они все не отрицательные, причем я теперь могу ответить на тот вопрос, который два раза мне задавали в прошлый раз, верно ли, что всегда вот этот максимум находится посередине, в общем случае, конечно, неверно, например, даже если мы рассмотрим полный граф с n вершинами, то там в качестве коэффициентов будут фигурировать числа стирлинга, я перепутал, правда, назвал их второго рода, первого рода, но я предупреждал, что я не эксперт, вот, но главное, что там для больших n этот максимум смещается вправо ближе к концу, причем асимптотически он как бы приближается к правому концу, этот максимум, поэтому, что-что? Ну да, там единица вообще с краю стоит, да, наверное, так еще, но это может быть не очень убедительный пример у графа без ребер, потому что вообще, если там есть много компонент связанности, то граф, конечно, делится на какую-то степень q, а убедительный пример со связанным графом, ну вот полный граф, он, конечно, связан, и там максимум сильно не посередине, для большого n он сильно правее, чем середина. Но есть еще более замечательное свойство, из которого немодальность вытекает, а именно логарифмическая выпуклость, логарифмическая выпуклость, это такое неравенство, а и t в квадрате больше либо равно, чем произведение двух соседних, а и минус первое, умножить на а и плюс первое. А все-таки выпуклость, по-прежнему? Логарифмическая вогнутость, я прошу прощения, я сам... Тебе это местный слонечник, вылетаются в режиме? Нет, ну это, наверное, не только местные, конечно, чтобы в точности выражаться, я тоже больше предпочитаю говорить выпуклое вверх, выпуклое вниз, но вот это традиционно называется логарифмической вогнутостью. Да, логарифмическая вогнутость этой самой... Но это какие-то, кто оптимист, кто... И мы стали обсуждать, с чем это связано, и вот сейчас мы продолжим обсуждать, с чем это связано, оказывается, много с чем, и вот что мы, какое наблюдение мы сделали в прошлый раз, мы рассмотрели, связали с нашим графом и его хроматическим многочленом, мы связали такое множество, ну точнее, надо сказать, наверное, такое алгебраическое множество, которое может быть определённо над разными полями, а именно мы рассмотрели афинное пространство размерности n, это просто точки этого афинного пространства, это набор координат, n — это число вершин, то есть настолько же координат, сколько вершин, и точки этого пространства можно... Про точки этого пространства можно думать как про раскраски, если мы над конечным полем, например. Мы просто красим в элементы конечного поля, и мы вычитаем из этого афинного пространства объединение гиперплоскостей. Здесь будет объединение по гиперплоскостям, которые соответствуют ребрам нашего графа, а именно каждое ребро накладывает некоторые условия. Именно если ребро соединяет эту вершину с житой, то условие стоит в том, что цвет этой вершины не равен цвету житой вершины, то есть гиперплоскость — это там, где эти две координата равны. Мы удаляем такие гиперплоскости, которые определяются равенством двух координат. И получается такое множество. У него можно посчитать количество точек над полем из Q элементов. Давайте я это количество точек условно назову вот так вот я с индексом Q буду писать количество точек. И здесь можно посчитать, в принципе, по формуле включения-исключения. Я все подробности давать не буду, я просто начну. Я помню, что такое HE. Что такое HE? Да. Если E, это давайте я так условно, соединяет и ту вершину с житой, то тогда HE — это гиперплоскость, определяемая уравнением Z и T равняется Z житому. А N — это декартовое произведение, ну, то есть это пространство, в котором координаты нумеруются вершинами графа. А N — это просто афинное пространство. Это там, например, R, N, C, N, если K — это поле, это просто наборы координат. А Q маленькая? Q маленькая — это количество цветов. Ну, например, мы можем в качестве Q маленького взять порядок конечного поля, но на самом деле вот это вычисление, оно работает не обязательно для степени простого числа. Поле порядка Q бывает, если Q — это степень простого числа, но вычисление никак это не использует. Можно было бы рассмотреть просто множество, и даже структуру поля никак не используется. Можно было бы рассмотреть множество из Q элементов, и там все равно вычеркнуть эти гиперплоскости. Если мы будем считать, сколько точек, то мы увидим, то мы можем по формуле включения и исключения считать. Сначала мы посмотрим, сколько точек вот здесь. Здесь каждая координата может принимать одно из Q значений, поэтому здесь всего Q в степени N точек. Потом надо что-то вычесть, а именно, ну, такое грубое приближение состоит в том, что мы вычитаем для каждой гиперплоскости, мы считаем, сколько точек лежит в этой гиперплоскости, и вычитаем все эти числа, суммируя по гиперплоскостям. Поэтому у нас получается минус число ребер умножить на Q в степени N-1. Это будет такой второй член. Следующий член будет связан с тем, что мы некоторые точки посчитали дважды, а именно есть точки, которые лежат не в одной гиперплоскости, а в двух, и эти точки мы посчитали дважды, поэтому эту ситуацию надо исправить и их обратно прибавить. Но это как в обычной формуле, то есть это и есть обычная формула включения-исключения, то есть надо прибавить такую сумму по i меньше g, а что нам надо взять? Нам надо взять пары ребер и пересечь соответствующие гиперплоскости. При этом вот это число, оно вообще говоря, если гиперплоскости разные, вот это число это тоже какая-то степень Q, если гиперплоскости разные, то это число равно Q в степени N-2. Но вообще говоря, иногда так получается, что гиперплоскость одна и та же, так получается, когда у нас есть кратные ребра. Петли мы запретили, но кратные ребра вообще говоря могут возникать, когда мы стягиваем какое-то ребро, даже если у нас не было кратных ребер, а мы стянули какое-то ребро, у нас может возникнуть кратное ребро. Вот, из-за этого здесь надо учитывать, что бывают кратные ребра. Если есть кратное ребро, то у нас получается Q в степени N-1, а не Q в степени N-2. Ну, то есть это дает поправку к предыдущему члену. Здесь мы, скажем, это кратное ребро посчитали столько раз, какова его кратность, а здесь мы эту ситуацию исправили. И поэтому в результате мы таки каждое ребро должны посчитать без кратности. То есть мы должны рассмотреть такой граф, в котором, ну и в самом деле, на раскраске это никак не влияет, сколько у нас ребер между двумя вершинами, количество раскрасок от этого никак не поменяется, что мы нарисовали два ребра между данной парой вершин или одно, это не важно. Поэтому после учета поправок, которые происходят из следующих членов, здесь получается просто число ребер без учета кратности. Дальше здесь надо суммировать по парам ребер. Ну и тут возникают интересные эффекты, потому что пары ребер, это, конечно, хорошо, но вот бывают, например, такие треугольники в графе. И когда мы вот здесь суммируем в этой части суммы, мы пары ребер здесь посчитали три пары для этого треугольника. А следующая поправка говорит о том, что надо взять из них только две, потому что сам треугольник потом войдет с другим знаком. Ну и дальше это можно как-то сформулировать, в том числе сформулировать как-то рабоче-христианский, но на самом деле наиболее изящная формулировка использует язык матроидов, про который мы, может, успеем поговорить, может быть, не успеем, но здесь есть некоторый язык, на котором это можно сформулировать совсем красиво. Да, мы считаем количество точек вот в этом множестве, просто число точек. Мы рассматриваем это множество на ДФК и считаем, сколько там точек по форме включения-исключения. Вот, и отсюда мы еще... Да, ну не плохое ребро, а что у нас условие наложено. Нет, если мы петлю получим, то соответствующее слагаемое равно нулю, это неплохо. Оно просто равно нулю, да. Вот, но мы отсюда, кстати, еще раз получаем другое доказательство того утверждения, что хроматический многочлен действительно многочлен, потому что все, что мы видим, действительно полиномиально зависит от Q. Все эти члены, и даже можно... Отсюда можно вытащить, на самом деле, гораздо больше, а именно отсюда можно вытащить комбинаторную интерпретацию коэффициентов характерического многочлена, но ее удобнее формулировать на языке матроидов. Я сейчас это, ну, по крайней мере, сейчас это делать не буду, а здесь ограничусь таким намеком, что это можно как-то вот проинтерпретировать. Вот, а дальше я хочу установить еще, ну, по крайней мере, в режиме намеков, наметить какие-то другие связи. На самом деле здесь уже, да, и так далее, конечно, должно быть, да. Ну, то есть я начал писать формулу, да, и я ее писать не закончил, поэтому здесь должно быть три точки, да, совершенно верно. Вот, мы уже здесь как бы получили некоторую связь с алгебраической геометрией, когда я написал, что у нас афинное пространство, мы там что-то вычитаем. Вот, ну и на самом деле, действительно, здесь эта связь дальше как-то начинает работать. И здесь, да, уже, да. Да. Многоточие, это будет так просто, чтобы степени все как-то там степени вершин будут играть или линьки вершин? Ну, так я, ну, там не то чтобы именно степени, там будут играть роль именно множество, под множество вершин, вот. А при этом, скажем так, мы не должны будем там, там как бы мы в одну кучу должны будем суммировать такие множество ребер между этими подножествами вершин, которые просто все это подножество соединяют, неважно как. То есть, например, если у нас есть подножество, которое соединено разными остовными деревьями, к которым мы еще добавляем много всего, может быть, да. Так, вот, я хочу здесь сказать, что, ну, вот здесь уже попахивает алгебрическая геометрия, а дальше отсюда еще топология начнет сейчас. Но здесь вот еще какой момент, когда мы производили суммирование, ну, формулой включения-исключения мы пользуемся, единственное, чем мы пользовались, это аддитивность, то, что число точек, оно, ну, ведет себя как конечная аддитивная мера, да, что можно там, если у нас есть объединение двух множеств, то число точек в объединении, это число точек в одном, плюс число точек в другом, минус число точек в пересечении. Но есть разные другие аддитивные характеристики, например, самая, ну, такая, самая простая, не сводящаяся к числу точек, это Эллеру характеристика. Элеру характеристику интересно читать над разными другими полями, но это просто в качестве отступления. Мы можем, например, теперь взять и рассмотреть вот это пространство на ДР, над вещественными числами. Хорошо, над вещественными числами здесь будет написано РН, да, и мы вычитаем какие-то гиперплоскости. И если мы то же самое посчитаем на ДР, но на ДР мы будем считать... Что-что? Нет, мы будем считать Эллеру характеристику теперь. Вот я Эллеру характеристику от этого дела хочу посчитать. Эллеру характеристика. Я буду считать Эллеру характеристику. Характеристику вот этого множества. Да, это значит число компонент связанности, да, совершенно верно, потому что они все открытые клетки, одно и то же размер, с точек до знака, это плюс-минус число компонент связанности. Число компонент. Есть вариант такой формулы, если там какой-то вот, не нарушение по кругу, а нарушение по двум переменам. Есть, да, сейчас. Я можно закончу с Эллеру характеристикой, а потом про две перемены. Вот, значит, это с точек до знака, это просто число компонент, с одной стороны, по смыслу просто этого дела, что такое Эллеру характеристикой, это множество. Объединение каких-то клеток. Каждая клетка, ну, какая Эллеру характеристикой у клетки, понятно, минус единица в степени n. Вот, а дальше что стоит в этой сумме? В этой сумме стоит то же самое, только мы в качестве q должны подставить минус 1. Потому что когда мы считаем Эллеру характеристику, опять же, у клетки, надо минус единица взять в степени k, где k это размерность клетки. Поэтому здесь получается ответ такой, что Эллеру характеристикой, это значение этого самого хроматического многочлена в точке минус 1. Ну, опять с точностью до знака, плюс-минус. Надо взять модуль, если... Эллеру характеристикой, да, в когмологиях с компактным носителем, она именно является аддитивной. Да, это та Эллеру характеристикой, которая является аддитивной. Так что у клетки размера, у k-клетки должна быть Эллеру характеристикой минус 1 степени k. Вот такой результат, который получается просто сразу же из того же самого вычисления. Оказывается, что число компонент над вещественными числами тоже выражается тем же самым, ну, специальным значением этого самого хроматического многочлена. Теперь вот вопрос, вопрос про многочлена двух переменных. Да, действительно, такой британский, ну, канадский, британско-канадский математик Тат придумал многочлен от двух переменных, он пытался придумать самый общий многочлен, ну, получается, больше, чем от двух переменных, просто не имеет смысла. А от двух переменных есть такой многочлен, который удовлетворяет тоже соотношению удаления стягивания. И начальное условие для этого многочлена состоит в том, что если у нас есть граф, скажем, с каким-то количеством, у нас есть граф без циклов вообще, то есть это такой лес. Если у нас есть, не совсем лес, у нас могут быть петли, вот, но не может быть никаких нетривиальных циклов. У нас есть такой лес, может быть, с петлями. Тогда вот надо взять одну переменную в степени число петель, другую переменную в степени число ребер. Вот. И дальше это продолжить по рекуррентному соотношению удаления стягивания. Получается многочлен Тата. Многочлен Тата — это довольно общая вещь, и в качестве его специализации получается хроматический многочлен, и много других многочленов, в том числе и те, которые возникают в математической физике. Там тоже некоторые вещи такие возникают. Так, вот, теперь я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что здесь еще получается, что эти коэффициенты окаты, это я полностью, конечно, не объясню, я просто один пример приведу, что с точностью до знака они совпадают с... Ну, давайте я напишу число бете. Вот этого множества уже над с, над комплексными числами. Где? Д же, я прошу. Да, это я не там написал. Д же, а вот этого множества над комплексными числами. Ну, на самом деле это, по-видимому, можно свести тоже к аддитивным характеристикам. Надо считать, надо считать Элеру характеристики для смешанных структур Ходжа, и такие вычисления, по-видимому, бывают. Ну, вот мне Хованский рассказал про такие вычисления, которые... Он сам давно это посчитал, потом другие люди... Ну, он ничего не опубликовал, потом другие люди посчитают. Сейчас это, по-видимому, обоснованно, и можно... Я не очень, и опять же, я не очень разбираюсь, как это в точности сделать, но, по-видимому, сводится к этой же формуле, только нужно другие аддитивные характеристики здесь рассматривать. Сводится, да? Ну, да. А, ну, хорошо, нет. Я на самом деле, я хочу, конечно, в этом разобраться, но просто пока не успел. Вот. Дальше, что про числа бетти мне нужно сказать или нет? Все знают, что такое число бетти? Они как-то уже... Да. Откуда компоненты разные размеры? Здесь нет компонентов. Вот здесь нет компонентов разной размеры. Просто число компонентов. Коммертный минус один степень к. Ну, в других слов, все же, это разная. Лимит, просто так же, это разная. Нет, а вот здесь, вот смотрите, вот в этой части, когда мы считаем Эллеру характеристику просто этого множества, это объединение, это... Вот смотрите, что стоит в левой части, что стоит в правой части, когда мы считаем не число точек, а Эллеру характеристику. Когда мы считаем Эллеру характеристику, в левой части стоит просто число компонентов, потому что это открытые клетки одной и той же размерности. Да? Ну, плюс-минус число компонентов. А вот в правой части мы считаем клетки разных размерностей, потому что здесь пересечение гиперплоскостей — Это афинные пространства разных размерностей. Так, нужно ли... Все ли знают, что такое число бетя? Так, ну хорошо. Я только примерно могу это объяснить, но примерно я тогда объясню. Число бетя — это размерность когмологии, когмологии уже отчасти в каких-то возникали, но вот у Константина возникали, по-моему, только вторые, только на Z, но все-таки возникали. Но тем не менее, я так совсем рукомахательно могу сказать вот что. Могу сказать, что... Значит, что я могу сказать? Что вот есть X-топологическое пространство, хорошее, ну там многообразие. Катое число бетя этого пространства X — это примерно вот что. Это число независимых комерных циклов по модулю границ. Это так просто... Сейчас я объясню, что такое цикл, а что такое границы. Это можно... Это не является формальным определением ни в коем случае, но это можно понять на примерах. Значит, во-первых, опять же, рукомахательное, неформальное объяснение, что такое циклы. Циклы — это какие-то подмногообразия, это что-то не строго, потому что я должен сказать, какие там особенности допускаются, это сложно. И это высяется, если это как бы доделать, получается, что это сложно так говорить, и люди предпочитают говорить по-другому. Что? Ну, вот можно говорить, что... Да, можно говорить про симплексы, но давайте думать все-таки... Симплексы слишком маленькие кусочки. Давайте думать про какие-то многообразия, но взятые с какими-то коэффициентами. Может быть, несколько многообразий, взятые с какими-то коэффициентами. Складываются они как формальные линейные комбинации, вот как было на прошлой лекции. Дальше, что такое по модулю границ? Если какое-то многообразие является границей другого многообразия, то мы считаем, что оно равно нулю. Вот это значит по модулю границ. Мы считаем, что оно равно нулю, и независимо это значит, что мы считаем не сколько там циклов вообще, это, конечно, их бесконечно много, а считаем именно размерность. То есть, если один цикл можно линейно выразить через другие, то мы его в качестве нового цикла не считаем. Вот, примерно понятно, да, я сейчас конкретный пример, например, конкретное вычисление состоит в том, что мы можем взять букет двух окружностей, и здесь есть b0 равняется единице, потому что нульмерный цикл, вот есть одна точка, а если мы другую точку, мы, конечно, не обязательно должны взять эту точку, но дело в том, что если мы возьмем любую другую точку, то разность этих двух точек будет границей какого-нибудь одномерного многообразия, вот если мы ориентируем это одномерное многообразие, то тогда граница, вот эта точка будет с коэффициентом плюс один, вот эта точка с коэффициентом минус один, значит, любая точка, она задает один и тот же цикл, а b1 будет равно, чему только студенты отвечают, конечно. Где мы берем коэффициенты? Где мы берем коэффициенты? Ну да, допустим, в действительных числах. 2, ну это размерность, да, b это число 2, да, потому что вот есть один цикл, вот эта окружность, вся окружность, есть другой цикл, вся вторая окружность. Они независимы, одну окружность через другую выразить нельзя, они не являются ничьей границей, вот, но если мы возьмем что-нибудь еще, там, например, две окружности сразу, то это просто сумма этих двух окружностей. Если мы сколько-то раз обойдем одну окружность, сколько раз другую, тоже можно выразить как сумму, поэтому тут число β равно 2. Дальше, вот, и оказывается, что эти коэффициенты, опять же, с точки до знака совпадают с числами β. Я сейчас пример хочу привести, чтобы это проиллюстрировать. Конкретный пример будет связан, ну вот, опять же, конкретный сейчас граф, который мы, у которого мы уже посчитали хроматический многочин в прошлый раз. Оно, но если над комплексными числами, то это будет топологическое пространство в частности. И многообразие тоже. Нет, нет, и на ДР это не одна клетка, а много клеток. А на С, а на С это совсем не клетки. На С там будут... На С, а вот я сейчас, я сейчас как раз собираюсь про это, про это рассказать. Значит, граф у нас будет такой. Граф у нас К3, то есть треугольник. Вот, у него мы уже посчитали в прошлый раз хроматический многочлен. Хроматический многочлен этого графа равен Q, множество на Q-1, множество на Q-2. Помните, да? Дальше, что такое вот это самое ДЖ? ДЖ это С... Так, С3 надо, да, написать? Так, сейчас. С3, да. С3 минус множество нулей, множество точек, где Z1 равняется Z2, или где Z2 равняется Z3, или где Z1 равняется Z3. То есть, если я такое произведение приравняю к нулю, то вот как раз будет то, что надо, да? Так. Теперь... Тут у меня тут размерность не сходится в этом примере. Да, по сдвигам действительно можно профакторизовать, и получается, что это C2 без чего? Значит, мы тогда рассматриваем все координаты минус Z1, и здесь получается тогда такое уравнение. Новые координаты... Давайте я W буду писать. W2, ну, со знаком минус, но это неважно. W2 минус W3 и W3. И вот это все произведение равно нулю, правильно? Это то же самое, но точнее, как сказать, то же самое, это гомотопически эквивалентно, потому что одно получается из другого умножением на C, да? Поэтому в частности числа БЭТИ от этого не поменялись. Числа БЭТИ у такого пространства те же самые. Теперь я... Что, что? Числа БЭТИ с компактным носителем, да. Что, что? Да, да, сдвинуться на... Сдвинуться на единицу, но это как раз... Это как раз, да, да, хорошо, сдвинуться на единицу, да. Вот, теперь я вот это множество хочу... Но это все-таки не даже, а какое-то другое множество. Давайте я его как-то обозначу. Игрек. И давайте я это множество пересеку с трехмерной сферой. Трехмерная сфера здесь лежит в C2. Это те векторы, у которых длина единица. Вот. И сегодня уже такая сфера обсуждалась. Это модуль Z в квадрате плюс модуль W в квадрате равняется единице. Помните, уже когда Виктория говорила про бильярды, мы как раз с этим имели дело. Теперь про трехмерную сферу надо думать, как про обычное трехмерное пространство с одной бесконечно удаленной точкой. И мы выкидываем из этого пространства три окружности, потому что W2 равняется нулю, W3 равняется нулю. И W2 минус W3 это все окружности на трехмерной сфере. Мы можем сделать так, чтобы одна окружность была просто такой вертикальной прямой, которая проходит через бесконечно удаленную точку. Если мы ее добавим, как раз получается окружность. А вторая окружность будет вот такая. Вот. Эти все окружности, они друг с другом зацеплены. Я только третью окружность должен здесь нарисовать. Третья окружность будет зацеплена с первыми двумя и пойдет как-нибудь вот так. Надо посчитать топологию, то есть нас интересует топология дополнения до вот этих трех окружностей. Это можно сделать достаточно легко, потому что если мы рассмотрим вертикальную прямую, рассмотрим полуплоскость ограниченную, какую-нибудь полуплоскость, ограниченную от вертикальной прямой, то там две другие окружности эту полуплоскость пересекут в двух точках. Две точки нам нужно заменить. Вот я еще раз нарисовал полуплоскость. Две точки в этой полуплоскости мы можем заменить чем-то компактным, а именно восьмеркой, которая обе точки обходит. Итого у нас получается, когда мы полуплоскость будем вращать вокруг ее оси, у нас получается окружность, а над каждой точкой окружности висит восьмерка. То есть у нас получается такое расслоение над окружностью, слоем которого является восьмерка. Причем эта восьмерка возвращается хорошо, потому что это две окружности, не одна кривая, а две окружности. То есть эта восьмерка возвращается без какого-то переворота. Каждая окружность из этой восьмерки возвращается на место, и вот такая особая точка восьмерки тоже возвращается на место, поэтому это просто прямое произведение. Ну, топологически это то же самое, что прямое произведение. Окружность на восьмерку. И нам нужно посчитать числа Бетти у прямого произведения окружности на восьмерку. Мы получаем, что это многочен Пуанкаре, это просто многочен, коэффициенты которого считают числа Бетти. Значит, многочлен Пуанкаре будет равен АКу, это будет у нас теперь формальная переменная. Он будет равен Ку, потому что нам надо все сдвинуть на единицу, действительно, потому что мы считаем числа Бетти с компактным носителем. Потом нам нужно взять многочлен Пуанкаре окружности, это единица плюс Ку. Там есть один нульмерный цикл, один одномерный цикл. И многочлен Пуанкаре восьмерки, это то, что мы только что посчитали, это единица плюс 2 Ку. Вот, как так. Получается, такой многочлен Пуанкаре коэффициент этого многочлена, значит, до знака совпадают с коэффициентами вот этого многочлена. Совпало, да? Ну, так вот, там, если мы посмотрим, коэффициенты здесь минус 3,2, здесь плюс 3,2. Ну, там еще... Ну, там еще они совпадают, да, ну, как бы они так, может быть, не буквально совпадают, а там с каким-то переворотом, но в целом совпадают, вот 1, 2 и 3. Ну, даже порядок, если их в обратном порядке посчитать, то совпадает. Хорошо? Это многочлен Пуанкаре, который считает числа Бетти. У прямого произведения это просто произведение следующих многочленов. Вот это для окружности, да? Для окружности нулевое число Бетти равно единице, первое число Бетти равно единице, да? А здесь у восьмерки вот это то, что мы посчитали. Вот это 1, вот это 2. Нет, они зацеплены, но когда мы восьмерку вращаем, да, у нас получается расслоение над окружностью со словом восьмерка. Когда мы обходим окружность, что с восьмеркой происходит? Какая там монодромия? Никакой. Каждая восьмерка возвращается на место вот буквально. Правильно? А первое множество, чем это соответствует? То есть у нас окружность восьмерка... А первое соответствует тому, что мы... Ну, опять же, там стоишь до сдвига я могу не писать, но просто мы когда умножили все на... Нет, на самом деле я... Нет, на самом деле я все-таки пользуюсь... Я дальше здесь еще на R умножал, потому что я пользуюсь тем, что гомотопически... Я здесь гомотопической эквивалентностью пользовался еще один раз, поэтому... Я думаю, что это три рака точка у нас. Первое, это можно фиксировать у нас. Да. Я думаю, что ты бываешь одну или нет, а это проектов за звезды. Да. Ядро, понятно, как то. D можно добавить. Да. D точка без точек, без восьмерки. Да. Ну, сейчас, ну, у CSA-звездочки... Нет, у CSA-звездочки без двух точек, Эллеру характеристика все-таки, ну, с компактными носителями не совсем такая, как у восьмерки, потому что... Я, я... Давайте, да, я вот считал... Да, давайте я это сотру и скажу, что я считал без компактных носителей, хотя это не совсем правильно. Да, и что? Да, да, да. И что? А, и как-то... Тоже самое, ну, наверное, да. Ну, у меня нет, но мне как-то легче так представить, как... Ну, ладно, нет, ну, давайте я как-то... Так, хорошо. Давайте я вот что... Две? Жалко. Одна. Совсем жалко. Ну, я не знаю. А, ну, хорошо, давайте я так. Я хотел начать объяснять, откуда берется логарифмическая выпуклость. Но давайте я все-таки за минуту такую глупую причину обозначу, которая не работает. Бывают очень разные источники логарифмически вогнутых последовательностей. Я, прошу прощения, все время перехожу на слово «выпуклость». Вот один источник такой. И он совершенно не работает. Это если многочлен P от X вот такого вида, беномиальный коэффициент, ажитое и кжитое, имеет вещественные корни, то тогда последовательность ожитое логарифмически вогнута. Это старое наблюдение, которое восходит еще к Ньютону. Для этого нужно сколько-то раз продифференцировать. От многочлен воспользуется формулой роля. Специально так написано многочлен, чтобы дифференцировать его было легко. Вот именно из-за беномиального коэффициента такой многочлен дифференцировать легко. Упражнение. Докажите, что это так. Но такая причина не работает. Нужно искать более глубокие причины. Ладно, все, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ